За минувшие сутки на территории Запорожской области зарегистрировано 59 сообщений об уголовных правонарушениях. Среди них 5 случаев нанесения телесных повреждений, 2 грабежа, 16 краж личного имущества, 8 квартирных краж, одно уголовное правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотиков, 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. Тему продолжит Андрей Бычков. Сегодня в Запорожье на набережной магистрали произошло ДТП сразу с четырьмя участниками. По набережной со стороны южного микрорайона в крайнем левом ряду двигался «Москвич». По среднему ряду чуть впереди ехали «Жигули». Перед светофором поток машин начал останавливаться. Водитель «Москвича» этот момент не учёл. По некоторым данным, ему стало плохо. И правой стороной зацепил «Жигули». Вазовское изделие развернуло вокруг оси. Сначала «Жигули» ударились в левый борт «Москвича», а затем вылетели на разделительный газон. А «Москвич» продолжил движение, снёс зеркало у идущей справа «Мазды» и уткнулся в задний бампер «Субару». Впрочем, последствия этих двух столкновений были незначительными. К счастью, в аварии кроме машин никто не пострадал. Перед этим на набережной произошло ещё одно «ДТП». Со стороны «Песков» двигалась 15-я модель «Жигулей». В техническом разрыве водитель «Ваза» притормозил, собираясь повернуть в сторону волны. Пропустил встречный транспорт и начал движение. Но, вероятно, не заметил мотоцикл, который на полном ходу врезался ему в борт. В результате «ДТП» водитель и пассажир мотоцикла получили телесные повреждения. Одного из них пришлось даже госпитализировать. Аналогичная по схеме авария произошла в Коммунарском районе Запорожья. По космической со стороны развилки двигался «Форд Сьерра». На пересечении с улицы Сытого водитель «Форда» решил повернуть налево, не убедившись в безопасности манёвра. В этот момент во встречном направлении двигалась первая модель «Жигулей». Водитель «Копейки» не успел затормозить и врезался в бок «Форда». В результате столкновения водители-пассажир «Форда» получили переломы конечностей и рёбер. На момент госпитализации состояние их здоровья медики оценивали как средней тяжести.